Светлана Соснина Светлана Соснина Светлана Соснина Костюм хорошей девочки Ей уже не впору А порочные платья Лучший способ проявить темперамент Обвиняется В непонимании Интеллект и темперамент Легко уживутся в новом образе Подобранном со вкусом Обвинение представляет, как всегда, несравнимый эксперт моды И очаровательная Эвелина Хромченко Человек, знающая о нем все и даже больше Защиту сегодня представляет заслуженная артистка России Певица, необыкновенная Анжелика Варум Сегодня она будет отстаивать право женщины быть собой И я, ведущий модного суда, историк моды Александр Васильев Светлана, прошу вас подойдите к микрофону Светлана, какая вы высокая и статная Я вас поздравляю с этим, с добрым утром Расскажите, чем же ваша падчерица Инна вызвала ваше неудовольствие? Да, уважаемый модный суд Я сюда пришла, чтобы обвинить свою падчерицу в том, что она одевается просто ужасно Какие-то все мрачные цвета Цвета, это во-первых, там серое-черное И одежда делится как бы на два типа Либо трикотаж облегающий, либо какая-то дешевая вульгарная одежда Получается у нее образ либо монашки, либо какой-то вульгарной женщины Что нас с папой очень волнует Потому что пристают, ну, как бы сказать, не те мужчины, которые хотелось бы, чтобы она по жизни с ним Инна, вы согласны с обвинением вашей матчки? Нет, абсолютно не согласна Вы считаете, что вы образец? Я не считаю Одеваетесь прекрасно, и у вас все в порядке, да? Ну, я не считаю, что я образец Просто моя одежда, она отражает какое-то мое внутреннее состояние, мое настроение Эвелина, вы не против, если мы сразу посмотрим на вещи и сами убедимся, живет там серая мышь или роковая блудница? Я не против Пожалуйста, вещи в студию Эвелина, широкий простор Приступайте, пожалуйста Вы знаете, я еще не подошла к этой вешалке Но я уже отчетливо понимала, что эта одежда и эта девушка не должны иметь друг с другом ничего общего Она слишком прекрасна, посмотрите на нее Посмотрите на это лицо Эта фантастическая красавица просто не должна погружать себя вот в такие вещи Они не должны иметь к ней никакого отношения Да, грусть У этой девочки Вы знаете, когда она одевает это мини, то все мужчины просто ее Ну, вы знаете, я бы, например, была в большей степени рада, если бы здесь на вешалке было много этого мини Но пока я вижу какие-то макси-свитеры в большом количестве, нелепые кофточки Понимаете, да? Да, серая мышь съела блудницу Я не вполне, кстати говоря, уверена, что даже при наличии каких-нибудь слишком откровенных мини-юбок и ужас колготок в сетку со стразами У этой внешности была бы возможность проявляться вульгарно Потому что перед нами, ну, такой цветок, ну, вот, правда, редко увидишь такое совершенно создание Давайте посмотрим, что еще Я, конечно, все прекрасно понимаю, все вот эти вот попытки выглядеть этакой волчицей Вот здесь все, видите, изображено Но иногда бывает такая активная, такая сильная, экспрессивная внешность, что она может победить абсолютно все То есть вот эта красота, этот тип, он может отмыть абсолютно любые вульгарные проявления Вот все равно, что бы она ни надела, даже эта платья Боже мой Эмилина, а вдруг волчица не волчица, а просто мышь-переросток? Это все равно, вне зависимости от того, что бы не наполняло этот сосуд Сосуд столь прекрасен, что он выдержит абсолютно любую жидкость Спасибо большое, присаживайтесь, пожалуйста Я передаю слово Анжелике Варум Прошу вас Светлана, я очень внимательно выслушала вашу обвинительную речь И хочу вам сказать, что вы, на мой взгляд, недостаточно деликатны в формулировках Возможно Возможно, но просто на душе уже так нагорело, что вот этот перебор с мужчинами, либо тем, кому за 40, либо откровенно молодые, неопытные Вы знаете, у меня очень богатое воображение, я с трудом себе представляю рядом каких-то огромное количество мужчин Вы меня просто сейчас шокировали Тут говорит женская зависть, мальчики Я не думаю, я не думаю Скажите, пожалуйста, может мой вопрос покажется вам неделикатным Скажите, насколько давно вы вошли в семью Инны? В декабре год, как мы расписались с ее папой А знакомы мы почти два года Но сначала мы с Инной познакомились в неофициальной обстановке Меня просто попросили работать на выставке на стенде И я помогала Инне справляться с ее делами И просто душевно беседовали, то есть она не знала, кто я, что я Но ей так понравилось, что она, в общем-то, рассказала папе, что она хотела бы, чтобы он со мной встречался А вы помните, в чем была одета Инна в тот день? Она была у нее тоже достаточно закрытая, по-моему, кремплиновая такая платьица Вас это смутило на тот момент? Нет, я восхитилась вот ее фигурой, достоинством Но просто видно, что интеллектуально богатый человек Сейчас она просто бельян без огранки Она молодая девушка, она в поиске Но все-таки в таких тонких материях, как поиск себя Лишняя критика сторонняя может вызвать только раздражение К сожалению Ну, возможно, Антоника, вы правы Но у меня просто не остается выхода другого Просто наберитесь терпения и наблюдайте Ну, последнее знакомство Инна, конечно, вывела меня из себя и папу тоже Поэтому можете познакомиться с нынешним молодым человеком Инной Ну и сделать свои выводы То есть он собрал все негативные качества, которые могут быть Но это мой взгляд Светлана, у вас он такой хорошенький Это его первое позитивное качество, которое всем бросается в глаза Спасибо большое, Светлана Спасибо, спасибо, спасибо Спасибо, Анжи, присаживайтесь Ну что ж, а я вызываю к микрофону нашу сегодняшнюю обвиняемую Инну Пожалуйста, Инночка Скажите, пожалуйста, правда ли, что в жизни вы не слишком искушенный человек И такого большого количества мужчин, как описывает мачеха, у вас вовсе нет И даже ваши отношения с молодыми людьми вы завели совсем недавно В 23 года, кажется Да, действительно, это было так У меня была очень строгая мама, которая за меня постоянно боялась Я не имела возможности вообще общаться с людьми практически Меня практически никуда не пускали Постоянно следили за мной Они разрешали, естественно, краситься И я начала уже сама пытаться какие-то... Как-то бороться за свою свободу Вот, и поэтому я начала встречаться с одноклассником С однокурсником Я тогда училась на курсах психологии Мы с ним просто подружились на этой почве Вот, ну и потом он сделал мне предложение Вот, и тогда я как раз защищала диплом по тему Психологическая готовность к браку И я поняла, что мы с ним совершенно к этому не готовы И мы с ним расстались То есть, по сути дела, вы скромный цветок ландыш А не какой-то пион разврата в мытищах Как вас здесь нам обрисовали Я передаю слово Анжелике Варум Ин, я поняла, что у вас были достаточно сложные отношения с мамой Это так? Да, действительно, очень сложные отношения Потому что, судя по методам ее воспитания Она пыталась из меня сделать что-то просто невероятное Вот, она ставила меня в антипример всем детям Остальным младшим Вот, она устраивала мне черные пятницы То есть, она записывала все мои, так сказать, огрехи В тетрадку специальную Расшифруйте, пожалуйста, что такое черные пятницы Ну, например, как-то раз я Без разрешения, да, я признаюсь Накрасила ногти прозрачным лаком Ужас Ура! Да Ну и все Какой кошмар! Пошла по наклонной Как вы могли! Вот это преступление Не знаю, 16, наверное Вот И она записала это в свою тетрадку И дала мне такое наказание Каждую пятницу она наказывала по этой тетрадке Вот за каждый накрашенный ноготь я получила по два удара Боже мой, телесные наказания Ну да Это нехорошо Вот, но, слава богу, я вырвалась из-под ее контроля И теперь мы просто таких Привет-пока отношения У нас это обеих понравилось А ногтей было 10, значит, 20 тумаков Ну да, что-то вроде этого Не очень-то мне понравилось Ну, не считая остального списка А вот сколько времени прошло вот с тех пор, как вы вышли из-под маминого контроля? А, ну я думаю, года три Года три И вы почти не общаетесь? Ну, так, по мере необходимости Ну, я хочу вам сказать, что по большому счету мама, безусловно, вам желала только добра Возможно Просто вот таким немножко странным способом А сейчас у вас есть молодой человек, от которого не в восторге вашего мачеха Ну, у меня другие, как бы, критерии выбора мужчин Мы с ним познакомились довольно-таки забавно Я съездила к подруге в Смоленск на день рождения Вот, вечеринка подходила к концу Вот, и он, как бы, начал проявлять ко мне знаки внимания Ну, так как я против того, чтобы заводить междугородние романы У меня вообще был целый список антирейтингов То, что я не хотела видеть в мужчинах Ну, например, там, курящих мужчин Там, каких-то деятелей общественных Там, музыкантов Ну, что я, трубодурчик, что ли? Вот, еще кого-то И он удивительным образом собрал себе практически все мои антирейтинги Вот, поэтому, соответственно, было понятно Мое, так сказать, словесное нежелание с ним как-то общаться Но он не прислушался И просто взял меня на руки и унес эту вечеринку Понятно Я так эффектно вышла с вечеринки Ну, зачем же возвращаться? Сумочку мне потом отнесут Вот, мы уже довольно давно встречаемся Пока что, так как отношения междугородние Мы ездим друг к другу в гости Но, возможно, когда он найдет работу Мы, может быть, съедемся Все будет серьезнее А кто он по профессии-то? А, он музыкант Вот этот молодой человек, правильно? Да-да-да Здравствуйте, музыкант Я не знаю, первый ли этот опыт влюбленности Но ребята, по-моему, они даже внешне чем-то похожи Неужели вы этого не замечаете? Да, правда, правда Почему такой негативный настрой? Что вас беспокоит? Что вас настораживает? Нет, мне действительно хотелось бы, чтобы мужчина был опорой в жизни А то, что вот музыканты без работы Подождите, извините Как вас... Опытные в этом отношении Как вас расскажут? Молодой человек, как вас зовут? Возьмите микрофон, мы не услышим Александр, меня кличут Очень приятно А сколько вам лет? Полных 23 Полных 23 Вы хотите ваши пачерицы в мужья 40-летнего мужчину? Нет, ни в коем случае Ну, достойная партия, около 30, я думаю, что стоящие на ногах мужчины Я так вам сказал Мне так кажется А если они вместе встанут на ноги, совместными усилиями, это плохо? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Иночка АПЛОДИСМЕНТЫ Живите АПЛОДИСМЕНТЫ Будьте с нами АПЛОДИСМЕНТЫ С вами программа «Модный приговор» на Первом канале Мы слышим дело о той еще штучке Итак, Иночка, вас будет опрашивать Эвелина Хромщенко, пожалуйста Эвелина, приступайте Мне известно, что вы провели, на самом-то деле, большую работу со своими комплексами Уже можно теперь сказать, что профессионально А что это была за работа? Вот как вы избавлялись от всех этих неприятностей, вбитых мамой за покрашенной прозрачным лаком ногти? Да, действительно, это была очень большая работа Началась она еще со времен школы Я начала увлекаться книгами по психологии Они меня поддерживали, помогали, обучали Потом я пошла на курсы психологии Там мы проходили разные интересные тренинги Надо было, например, подойти к незнакомому человеку, что-нибудь интересно сказать Познакомиться с кем-то Меня постоянно приходило себя преодолевать и заставлять общаться с людьми Потому что мне было это действительно очень сложно А появление в вашем гардеробе более откровенных вещей, чем полностью закрывающий все тело свитер сверху до низа Это тоже результат работы над собой? В какой-то степени да, потому что это был тоже один из методов моего раскрепощения То есть пойти первый раз в мини-юбке по городу было, конечно, очень страшно Но потом я так же, как раскрепощение, начала заниматься фотосессиями У меня есть много знакомых фотографов, которые иногда проводят арт-проекты Мне приятно видеть себя в разных образах То как он тюпыря, то какая-нибудь красотка, то просто девушка, то еще что-то Ну то есть просто я разная, мне нравится быть разной Но это называется работа моделью, на самом деле Может быть Послушайте, мне кажется, что вовсе не все так угнетенные в детстве люди Выгодно справляются со своими комплексами самостоятельно Вот поверьте, вы проделали работу, которая восхищает Другое дело, что одеваться вас никто особенно не учил Поэтому что ваше старое воплощение, что новое воплощение Ну прям, скажем, заслуживает несколько иных конструкций, тканей, материалов, пропорций и так далее Просто у вас еще пока не было времени этим вопросом заниматься Вам нужно было решить вопросы значительно более важные А сейчас, когда вы их решили, я думаю, что самое время заняться приятными девичьими играми на самом-то деле Они вам точно понравятся и точно не будут в тягости Спасибо большое, Эвелина Спасибо и вам Присаживайтесь, пожалуйста А у нас с вами настало время модных советов Самая удивительная и разнообразная тройка моделей нашего проекта Представит элегантный тренд «Белые воротнички» Появление этой женщины на кастинге вызвало восторг у всего коллектива модного приговора Знакомьтесь, Софья Георгиевна Хромушина Ей 79 Своего возраста женщина абсолютно не стесняется С завидной легкостью прошла все испытания Ее не пугали ни долгие съемочные дни, ни перемены в образе Даже уроки дефиле показались легкой разминкой Марина Балашова, 29 лет Любит все экстремальное Последние годы занимается воспитанием детей И с нетерпением ждет возвращения на работу Увидел этот кастинг, думаю, приключение какое-то определенное Такое, люблю авантюры Елена Гаврилова, 48 лет С детства увлечена музыкой, скрипачка Однако вместо карьеры в свое время выбрала семью Как-то мне захотелось быть все-таки женой и мамой Сейчас Елена активно пытается разнообразить свою жизнь Для этого она и пришла на проект, готовая к любым изменениям Итак, я приглашаю наших прекрасных дам На главный подиум страны И объявляю дефиле ультрамодных белых воротничков Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Милая душка Софья Георгиевна, вашу ручку Самая взрослая участница нашей программы Я вас поздравляю Вы достойно прошлись по подиуму Это для вас дебют Для нас всех большая радость видеть вас здесь Милые душки, поздравляю вас Эвелина, прошу вас, прокомментируйте тренд Белые воротнички Софья Георгиевна Хромушина Пожалуйста, покажите ваш белый воротничок Софья Георгиевна, насколько я знаю Вы оказались самой дисциплинированной Участницей нашего проекта Вы ни разу никогда не опоздали Вы сразу же делали все задания безошибочно Вы продемонстрировали огромное упорство и силу духа И ни разу не пожаловались на усталость Вот как вам это удалось? Мы, в общем-то, конечно, нас рано списывают И с моделей, и вообще из жизни Как-то не обращают внимания на стариков Но весь секрет заключается в том, наверное Что мы все дети войны Мы прошли голод, прошли холод Закалились во время войны И дальнейшая жизнь уже наша была Радость этой жизни, что мы пережили эту страшную войну И в процессе всей остальной жизни Был какой-то, в общем-то, стимул И любимая работа Занятия спортом, занятия танцами И в настоящее время Ежедневная гимнастика Контрастный душ И интерес к жизни К политике, к театру, к кино К книгам Молодец! Браво! Я хотела бы подчеркнуть Что наши стилисты не побоялись Подобрать для нашей элегантной гости Воротничок, которым грешат, честно говоря Взрослые дамы И который очень нравится Представительницам старшего поколения В нашей стране И продемонстрировали, как же его носить так Чтобы он вписывался в современные тренды И вообще в сегодняшнее самоощущение Если же точно такой же воротничок Мы представим себе В компании, скажем, с бархатным платьем Неопределенного цвета какого-то Или, что еще хуже С платьем ситцевым В какой-то мелкий цветок Этот воротничок начинает Работу над образом такой Классической бабушки С пакета молока Если вы гонитесь за этим То, конечно, вы на правильном пути А если вы хотели бы повторить Подвиг нашей сегодняшней героини И выглядеть так же современно и мобильно Как она То вам обязательно нужно обратить внимание На те наряды, в которых ходят ваши внуки Большое вам спасибо Пожалуйста, возвращайте Давайте посмотрим на другую модель Марина Балашова Она налоговый инспектор Прошу вас Вот Красивая Какая хорошенькая Когда в налоговой инспекции Работают такие красавицы Проблем с неуплатой налогов Вообще не должно существовать Но я знаю, что помимо всего прочего Вы обожаете экстрим Скажите, а ощущение от участия в нашем проекте Имеет что-то общее Вот с этими экстремальными Вашими развлечениями Типа прыжков с тарзанки Не то слово Это даже не прыжок с тарзанки Адейнолин просто зашкаливает в крови Моя мечта Стать моделью с 18 лет Наконец-то осуществилась И с подиумом Типа С дорожкой Не сравнится даже Наверное Следующая моя мечта Научиться ездить на мотобайке Спортбайке Да Вот Как это здорово Симптоматично, что такое монашеское платьице Наши стилисты подобрали девушке полное огня То есть вот, пожалуйста Единство и борьба противоположностей В данном случае работают на ура Перед нами молодая женщина Которую тянет Катастрофически опасным развлечением И ей удивительным образом Подходит школьное платьице С беленьким воротничком Мне кажется, что Да, очень симпатичная Мне кажется, что Подобного рода наряд Может стать даже иногда Рабочая одежда Если у вас нету дресс-кода Далоги будут течь рекой Спасибо стилистам Спасибо Спасибо Прошу вас Ну и третья наша модель сегодня Елена Гаврилова Скрипачка А по совместительству Как она заявила Отборочному жюри нашего конкурса Она Шхерезата Степановна И квалифицируете свое появление На нашем подиуме Как своеобразный вызов судьбе С чем это связано? Пожалуйста, расшифруйте Ну вы знаете В моей жизни была Одна такая Приятная встреча С Вячеславом Михайловичем Зайцевым Как здорово Вот это я помню Как сейчас Это было Двадцать как С лишним лет назад Вот Был большой театр Гастроли Немецкой труппы С оперой Тангейзер И вот там я Случайно оказалась И как бы Гуляя в антракте По коридорам Столкнулась С Вячеславом Михайловичем И он просто меня увидел И коротко сказал Девушка Зайдите ко мне В дом моделей Но к сожалению Так сложились Жизненные дальнейшие обстоятельства Что учеба И так сказать Примерное поведение Требовало Совершенно иных Направлений Тем более Это были еще годы Восьмидесятые Когда это еще не так у нас Широко Пропагандировалось И не все были так Увлечены Модой Как сейчас Вот Поэтому благодаря Вашей программе Наконец-то Наша страна Наша Россия Любимая Получила возможность Не только видеть Как правильно одеваться Но видеть еще нас Женщин Которые приходят И хотят тоже быть Красивыми и стильными Благодаря вам Я на самом деле Очень рада Таким переменам Большое вам спасибо Пожалуйста Возвращайтесь Спасибо вам Но сейчас Настало время Отправить наших героев В магазин За ним последуют Стилисты Но только публика В зале решит Чей же выбор Окажется лучшим Выбор Инны И ее мачехи Увидим Очень скоро Не переключайтесь Будьте всегда Только с нами С вами программа Модный приговор На первом канале Мы слушаем Дело О той еще Штучке Итак Инна Вместе с мачехой Светланой Сходили в магазин Выбрали там Новые наряды Давайте посмотрим Как это происходило На сей раз Все внимание на экран Смотри какое классное платье Трикотаж Тонкий Это опять все будет В облипочку Нет Ну вырез до пупка Вот куда тебя еще Дальше открывать Мужчине важна загадка В женщине Может быть конечно Моделька Она симпатичная Но она не тебе Как хорошо сидит Прямо по фигуре Смотри Вот чуть вдохнешь У тебя вся грудь нараспашку Ну ты что Она уже закрытая совсем Мне даже на собеседование Можно пойти В этом ты достойного Жениха не встретишь Ну вообще-то у меня уже есть Молодой человек Затем мне еще кого-то искать Смотри Вот это более классический вариант Спокойный Оно пахнет мафталином просто Ну ты что В таком ходили какие-то бабушки Какой-то воротничок странный Цвет какой-то непонятный Нет Цвет как раз Немножко песочный Светленький А то у тебя все черное Ну вот смотри Элегантное Женственное платье Все закрыто Но оно скучное Понимаешь Я как монашка Или школьница То есть свитера у тебя Тоже закрыты Но ты как-то с этим соглашаешься Ну ты если бы здесь Был бы хотя бы вырез Еще было бы хоть как-то Послушай хотя бы меня раз Тебе это очень идет Посмотри Какое хорошее пальтишко Примерь Тебе цвета очень-очень не хватает Ну я прям твоя копия Какой у тебя благородный цвет Хотя бы У меня как морковка Нет Я такой не вношу Нет На тебя цвет же нужен Просто необходим Да она слишком яркая Да Впервые вижу монашку в мини Итак Инна на подиум АПЛОДИМЕНТЫ АПЛОДИМЕНТЫ ИННА Ваше выбор Светланы Ваше мачехе На самом деле, очень нелогично, потому что она все пыталась скрыть сексуальность, а у меня кофта прозрачная, здесь вырезы, юбка, как у нее, только чуть покороче. Я не поняла, в чем прикол. Вообще, конечно, от всего этого веет какой-то пионерской зорькой. Давайте выслушаем нашего независимого эксперта. Сегодня у нас в гостях певец Доминик Джокер. Здравствуйте. В целом, я не вижу ничего плохого в темном, низе, светлом верхе, если их поменять местами. А, вы сделали. Понимаю, спасибо большое. Дорогая, переодевайтесь за кулисами. Выслушаем сейчас защитницу Анжелику Варум. Светлана, скажите, вы искренне полагаете, что в этом наряде Инна сможет покорить 30-летнего мачо? Задача, конечно, такая, чтобы достойного мужа найти. Но я согласна с тем, что вот сейчас уже, когда посмотрела, все-таки не то. Вот в магазине как-то по-другому было. Сейчас я признаю, что можно было лучше. Ошибка. Да-да-да, признаю. Кто, по вашему мнению, как должен выглядеть достойный муж? Ну вот я слышал мнение, действительно бытующее мнение о том, что музыканты там, разглядяя там... Домик, держи себя в руках. Нет, мне интересно просто. Мне просто интересно. Ну скажи лучше, сколько у тебя детей? Нет, я о другом говорю. Я счастливый отец двоих детей. У меня великолепная семья, у меня два парня. Я свидетель. Нет, я не против музыкантов. Я просто хотела видеть, чтобы у Инна был надежный друг со стабильной работой. Но она сама должна сначала набраться жизненного опыта, а вы хотите, чтобы она сразу обрела себе какого-то бизнесмена. Она неискушенный цветок, понимаете? Дайте ей возможность вообще узнать, чем мужчины пахнут, есть ли у них носки и носят ли они майки. А потом уже вы давайте замуж. Консерватор вы наш. Выслушай, спасибо большое. Эвелина, вам слово. Ну, несомненно, наряд направлен не на то, чтобы завоевать женишка, а на то, чтобы отбить женишка, чтобы наконец уже отстал от девчонки. Но я должна немножко полить масло на эти бушующие страсти океанские. Дело в том, что вот этот вот белый верх и черный низ являются одним из очень сильных трендов сезона. Я бы в этом комплекте, конечно, несомненно поменяла бы колготки, потому что они неприлично коричневые, им нужно быть прозрачными. Или им нужно быть такими тоненькими, черненькими, которые дают дымку для того, чтобы подчеркнуть форму этих изящных ног. Спасибо большое, Эвелина. Ну, а сейчас второй выход нашей подсудимой. Просим. Дорогая, это, видимо, роковая блудница. Вашей интерпретацией. Да. Учащение, что это греческий хитон, подкороченный в самом неудачном месте. Вы довольны этим платьем? Ну да, оно мне нравится. У него такой благородный цвет, и он оригинальный фасончик. Оригинальный, очень оригинальный. Ему приблизительно 2000 лет этой оригинальности. Давайте выслушаем Доминика Джокера. Пожалуйста. Вы знаете, я не знаю почему, но вам почему-то неуютно, на мой взгляд, неуютно в этом платье, цвете, может быть. Вы как-то очень так скованно движетесь. И, наверное, это связано с платьем. Я не берусь утверждать с точки зрения оттенка. Единственное, чего мне не хватает, это ваши улыбки и взгляды. Высоко гордо поднятой красивой головы. Спасибо, Доминик, спасибо. Дорогая, переодевайтесь, порадуйте нашим третьим выходом. Выслушаем сейчас защитницу Анжелику Варум. Пожалуйста. Поверьте, немного уверенности в себе, и это платье имело бы право на существование. Оно мне очень понравилось, и она мне в нем очень понравилась. Немножко больше уверенности в себе. Спасибо большое, Анжелика. Ну, а сейчас мнение Эвелины Хромченко. Ей неуютно, вы совершенно справедливо заметили. Ей неуютно от длины, потому что она, скорее, правда, пока что маленькая, хорошенькая мышь, нежели вот та вот развратная красотка, про которую здесь кто-то что-то говорил. Эти юбки ей нужны. Ей обязательно надо пройти вот этот вот этап частичного раздевания для того, чтобы стать внутри себя спокойной, уверенной женщиной. И все вот эти вот ее экзорсисы, они связаны с тем, что она сейчас занимается самолечением. Она достаточно умна для того, чтобы знать, какое лекарство себе назначить, в каких дозах, и она его мужественно принимает. Спасибо большое, Эвелина. Ну, а сейчас третий выход. Просим вас. Вы такая прелесть. Знаете, вы похожи на стюардессу с обанкротившихся авиалинией. Может быть, снимем жакет, может быть, что-то, что-то. Вот исправится, давайте. Может, не стоит. Да, пожалуйста. Не знаю. Дорогая, появились крылышки, я понимаю, что вы хотите улететь. Но я не уверен, не уверен, не уверен. Выслушаем Доминика Джокера, может быть, он спасет положение. Вы знаете, мне нравится цвет, нравится высокая талия, вполне серьезно. Самое главное, вы так и не вняли моему совету. Я не боюсь повториться, я сделаю это еще раз. Я часто это делаю на этой программе. Давайте. Давайте с вами пройдем вместе. Давайте, давайте. Вы с этой стороны, чтобы вас было хорошо показало, расправьте плечи, улыбнитесь, смотрите гордо вперед. Вот, я понимаю, удар, конечно, по самолюбию мне. Но мы сейчас предпринимаем сегодня. Смелее, смелее. Вы же девушка, вы шикарная девушка. Вот, видите, друзья, это же совершенно по-другому. Это выглядит по-другому, вы согласны? Вот так вот и ходите. А в целом, мне этот образ очень нравится. Спасибо большое. Да, вот видите, действительно, очень важно смотреть за походкой. Именно об этом вам сегодня Доминик и рассказал. Ну, а сейчас все вместе выслушаем мнение вашей очаровательной защитницы, Анжелики Иварум. Начало положено. Спасибо Доминику. А теперь срочно к стилистам. Ну что ж, последуем совету Анжелики Иварум. Поскорее ступайте к стилистам и меняйтесь там к лучшему. Ступайте, дорогая. Как изменят наши стилисты очаровательную подсудимую. Все мы увидим через несколько минут. Будьте всегда с нами. Не переключайтесь. С вами программа «Мод и приговор» на Первом канале. Мы слушаем дело о той еще штучке. Итак, наша героиня Инна побывала в волшебной комнате стилистов. Волнуется, потому что не видела нового образа в зеркале. Давайте поддержим ее выход бурными аплодисментами. Инна на подиум. Инночка, какая вы хорошенькая. Спасибо. Давайте выслушаем вашу мачеху Светлану. Я представляла, что Инне подберет какой-то романтический образ, потому что она все-таки больше в душе романтик, чем что-то другое. Но вот здесь вот что-то и сочетается. И романтическое, и стильное, и строгое. Ну и что-то такое. Браво. Жен-секуа. Правильно. Да, да. Давайте выслушаем присоединившуюся к нам маму нашей сегодняшней подсудимой. Юлию, пожалуйста. Инночка, родная моя, я очень за тебя рада. Ты прекрасно выглядишь. И ты всегда была умницей, всегда была красавицей. И часто так бывает, что некоторым девушкам просто нужен какой-то штрих, который как прожектор освидел бы ее красоту. И вот сейчас это произошло. И мы приехали посмотреть на тебя и увидели во всей красе тебя. Мы очень за тебя рады. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Присаживайтесь. Дорогая, оставьте здесь букет, а вы, Анжелика, поливайте его время от времени. С удовольствием. Пожалуйста, переодевайтесь за кулисами. Сестра Ангелина, вам слово. У меня нет слов. Шикарный образ, столько романтики и в то же время такая строгость. Я приятно удивлена. Спасибо вам за эту высокую оценку. Бладшая сестра Кристина. Она просто зашибенна. Итак, Анжелика, вам слово. Ну, я думаю, Светлана, вам угодили на все сто, да? Потому что это абсолютно закрыто, это никакого сверх эротизма, и в то же время очень стильно и достаточно ярко. Да, достаточно ярко. Спасибо. Спасибо большое. Ну, а сейчас слово Эвелине Хромченко. Все-таки иногда справедливость торжествует, иногда все-таки точки над «и» расставляются, иногда все сестры получают по своей серьге. А те, кому достаются черные пятницы и неприятное наказание за те действия, за которые на самом деле нужно хвалить. Получают букеты от своих мам, родителей. Держите себя в руках. Делайте это не потом, на программе «Модный приговор», а каждый день, когда они появились на свет, когда они совсем маленькие, когда они побольше, когда они плачут, если вы их обижаете. Спасибо большое, Эвелина. У меня вопрос к Юле и к маме. У вас было какое-то наказание по пятницам. В течение недели вы записывали все огрехи и всякие выходки вашей дочери, а затем подводили итог, вспоминали, и вот по результатам было и наказание. Ну, я не знаю, насколько это вот сейчас удачно обсуждать, но просто в какой-то момент ребенок почувствовал, что мама для него что-то такое не очень существенное. И когда происходит такой момент, мама здесь должна бить тревогу и, так сказать, сохранить какую-то иерархию. Но это продолжалось недолго, и этого было достаточно буквально неделя-две, и все это прекратилось. Но именно благодаря этим двум неделям она пришла сюда в таком неуверенном облике, и нам пришлось ее переодеть. Ну, а сейчас второй выход нашей героини. Инна, на подиум. АПЛОДИСМЕНТЫ Инна, вы очень привлекательны. Ну, вы знали об этом и раньше. Вы верили в себя? Пришлось поверить. Ну, а сейчас вы увидели в зеркале кого? Эта девушка немножко романтична, привлекательна, и, мне кажется, чуть-чуть напоминает Адри Хэбберн. АПЛОДИСМЕНТЫ А может быть, только чуть-чуть. Плачем. Может быть, только чуть-чуть. Ну что ж, приятно. Выслушаем вашу мачеху. Пожалуйста. Да, и этот образ действительно еще более романтичный, чем первый. И он мне даже еще больше понравился. Спасибо большое. Выслушаем папу Сергея. Пожалуйста, папа Сергей. АПЛОДИСМЕНТЫ Инна стала уверенной, красивой. Она может смело путешествовать, посетить Вену, Лондон, Париж, другие города. Классно. Я только за. Да. Надеюсь, что вы поможете ей в этом. Конечно. Так что будь уверенной, развивайся дальше. Спасибо. Спасибо большое. Присаживайтесь. Пожалуйста, переодевайтесь за кулисы. АПЛОДИСМЕНТЫ Анжелика, ваша оценка. Я в восторге. Потому что это стопроцентное попадание в природу человека, на мой взгляд. Вот стопроцентное. Вот как я ее представляла, какой она должна быть. Французская барышня. Вот я получила удовольствие. Прекрасно. Очень радостно слышите это. И вели на вашу оценку. А мне кажется, что как раз перед нами девушка очень таких русских душевных норм. Норм. Либо все, либо ничего. Страсти кипят. В то же время неуверенность присутствует. Ну, пожалуй, конечно, тема берета имеет определенный французский акцент. Но этот красный, значит, красивый. Играет главенствующую роль в этом комплекте. Ну, по крайней мере, на нынешнем этапе жизни нашей героини, которой так нужна эта уверенность в себе. Спасибо большое, Евелина. Прекрасно. Ну, а сейчас, дорогие друзья, третий, финальный выход нашей подсудимой Инны. Пожалуйста. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я это, извиняюсь, конечно, просто слегка в культурном шоке. Я, конечно, от тебя всего ожидал, но вот это как-то совсем вот. Мои ожидания превзошли. Честно говоря, даже не знаю, что ей сказать. Но это просто бомба. Спасибо. Александр, мы тоже от вас очень многого ожидали, но мы не понимаем, почему вы надели этот фартук кузнеца задом наперёд. Александр, я уже... Он не задом наперёд. А что это такое? Концертный костюм. Ну, вообще, да, это как вариант концертный костюм. У меня не было времени зайти домой и переодеться. Поэтому, собственно, сразу с гримерки сюда. Понимаю. Ну что ж, выслушаем сейчас модный приговор от вашей защитницы Анжелики Варум. Пожалуйста. Это восхитительно, это умопомрачительно. И я надеюсь, что вы воспользуетесь этим опытом. Обязательно вас повезут. Будьте аккуратны. Вы слишком красивы. Спасибо. Спасибо большое. Модный приговор от Эвелины Хромченко. Да, стилисты с вами превзошли сами себя. То есть, понимаете, вы муза на самом-то деле. Они нашли тот вариант Макси, который совершенно ничего не скрывает. И тот вариант Мини, который совсем ничего не показывает. То есть, вы подвигаете людей на абсолютно невозможное. Вот этот товарищ в юбке обязательно в самое ближайшее время скажет какие-то такие заветные слова, которые очень хочется слышать каждая девушка. Но вы сначала вдохновите его на то, чтобы он стал новым Миком Джеггером. Молодой человек, я чувствую в вас эту возможность. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, а мы с вами подходим к финалу нашей утренней программы. Гости в студии, голосуйте. Дворецкие, привезите вещи на подиум. А вы, дорогая, оставьте розы рядом с вашими достойными букетами. И прошу вас, подойдите ко мне в центр. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Какое у вас красивое колье. Только что смог его разглядеть как следует. Ну и, конечно, хочу задать вам традиционный вопрос. Что вам больше всего понравилось? То, что выбирала ваша мачеха и вы в магазине? Вещи справа вместе с этим костюмчиком стюардессы? Или вещи слева? То, что подобрали для вас наши замечательные стилисты? Однозначно то, что выбрали стилисты. АПЛОДИСМЕНТЫ Я смею надеяться, вы это и получите. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а сейчас все, внимание на экран. Ноль процентов в пользу Инны и сто процентов в пользу наших стилистов. Эти наряды вам в дарод первого канала. Сегодняшнее заседание модного суда объявляется закрытым. С вами прощаемся. До скорого. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ